Едем дальше и в этом видео у нас будет третий признак равенства треугольников. Формулируется этот признак совсем легко. Если все стороны одного треугольника соответственно равны всем сторонам другого треугольника, то такие треугольники равны. Если три стороны одного треугольника соответственно равны трем сторонам другого треугольника, то такие треугольники равны. Давайте теперь убедимся, что это действительно так. И для этого вначале совместим стороны Bc и B1c1. Так как они равны, они полностью друг на друга наложатся. Ну вот как раз давайте-ка прямо-таки возьмем и наложим. Возьмем и наложим. Вот так вот. И еще для наглядности немножко подвинем и повернем. Вот как-нибудь вот так вот. Вот как-нибудь так вот. Но тут есть маленькая хитрость. маленькая сложность, которая зависит от формы наших треугольников. То есть в данном моменте у нас получилось у нас так вот, что отрезок А1 лежит между точек B и C. Вот этот наш отрезок А1 лежит между точек B и C. Могло бы получиться и по-другому. Но у нас еще могла бы получиться какая-нибудь вот такая вот ситуация, в которой вот этот вот отрезок А1 не проходит между точками B и C. И вижу, у нас могла бы получиться еще одна ситуация, в которой... Сейчас я промотаю вниз, потому что она помещается. Или у нас еще могла бы получиться вот такая ситуация. Вот такая вот ситуация, в которой точки А, С и А1 лежат на одной прямой. То есть у нас всего, возможно, три принципиально разные возможности. Три принципиально разные ситуации, когда у нас отрезок А1 лежит между точками B и C. Когда этот отрезок А1 не пересекает отрезок B и C. И когда точки А, С и А1 лежат на одной прямой. Ну, начнем, конечно же, давайте вот с первого, вот с этого случая. И я еще раз напомню, что у нас было. Вначале у нас, ну, как получилась эта картинка, сейчас я еще раз покажу. У нас было вначале два разных треугольника. Мы их склеили, как бы склеили по стороне. Вот так вот. B, C и B1, C1. И уже ждать у нас получилась такая картинка. На которой вот... Вот этот вот отрезок АА1 пересекает отрезок B, C. Сейчас эти лишние буквы, кстати. И здесь мы теперь давайте обратим наше внимание на треугольник АБА1. На треугольник АБА1. Этот треугольник равнобедренный, потому что у него равны между собой стороны АБ и БА1. Значит, потому что он равнобедренный, у него равны углы при основании. То есть, то есть, то есть, то есть, у него равны углы, углы БА1, БА1, равен углу БА1А. Углу БА1, БА1А, БА1А. То есть, вот эти вот два угла равны. Вот. А теперь давайте обратим внимание на другой треугольник. Треугольник АСА1. На вот этот вот треугольник. На вот этот вот треугольник АСА1. Он тоже равнобедренный. Потому что у этого треугольника равны стороны А1С. А1С и АС. Да, вот как мы договаривались. Вот, как мы вот тут вот договаривались. А это значит, что равны углы при основании этого треугольника. То есть, равны вот эти вот углы. Вот этот угол равен вот этому углу. Значит, угол АА1С равен углу СА1А. А это и означает, что равны вот эти вот большие углы БАЦ. Вот эти вот углы БАЦ и угол БА1С. Да, потому что они состоят из одинаковых углов. Потому что угол БАЦ равен углу БАА1 плюс углу СА1. То есть, вот этот большой угол БАЦ равен сумме углов БАА1 и углу, плюс угол СА1. И вот этот угол БАА1С тоже равен этой же сумме. Тоже равен этой же сумме. То есть, мы получили, что у нас... Сейчас я это все сотру, а то как-то грязно получилось. То есть, мы получили, что у нас равны вот эти вот два угла. А это означает, что наши треугольники, треугольник АВС равен треугольнику А1Б1С1 по первому признаку равенства треугольников. Потому что у них... Потому что две стороны и угол между ними одного треугольника равен, соответственно, равен двум сторонам и углу между ними другого треугольника. Итак, когда у нас такие треугольники, то есть в этом случае, этот наш третий признак работает. Но у нас еще осталось еще два случая. Вот они, эти два случая. Когда отрезок АА1 не пересекает сторону ВС и когда точки АСА1 лежат на одной и той же прямой. Но в этих случаях тут уже все очевидно после того, как мы доказали вот этот первый случай. Смотрите, я только обозначу равные стороны. Вот эти стороны у нас равны по условию. И вот эти вот стороны у нас тоже равны по условию. Таким образом мы получаем тут два равнобедренных треугольника. Два равнобедренных треугольника. Вот это у нас первый равнобедренный треугольник. Значит, вот эти вот два угла у нас равны. Вот эти вот два угла у нас равны. И вот второй равноговерный треугольник. Вот он. А, Б, А1. Вот этот вот здоровенный. Здоровенный. Значит у нас равны еще и вот эти вот углы. Б, А, А1 и А, А1, Б. Вот эти вот здоровенные углы. А, это означает, что у нас опять. Опять угол Б, А, С равен углу Б, А1, С. Угол Б, А1, С равен углу Б, А, С равен углу Б, А1, С. И еще вот эти стороны равны. Вот эти вот. Значит опять получается, что мы пришли к тому, что наши два треугольника равны по первому признаку равенства треугольников. Ну а в этом случае уже совсем все очевидно. Вот эти вот стороны у нас равны. Вот эти стороны у нас тоже равны. Это А, Б, А1 это равнобедный треугольник. Значит вот эти вот углы равны. Раз эти углы равны, то вот эти вот два треугольника, наши вот эти два треугольника исходных, А, Б, С и А1, Б, А1, С, А1 равны тоже по первому признаку равенства треугольников. Вот и все доказательства третьего признака равенства треугольников. Спасибо за внимание.